Приветствую! В Украине огромный массив законодательства и среди него есть масса нормативно-правовых актов, о которых мы не знаем и которые практически никак не влияют на нашу жизнь. Но при этом есть законы, которые определяют нашу жизнь, которые непосредственно влияют на уровень нашего благосостояния. И безусловно, центральным среди таких законов является закон о государственном бюджете Украины на 2023 год. Этот закон на сегодняшний день уже принят Верховной Радой. Именно о том, какие же основные показатели в этом законе зафиксированы и как это повлияет на нашу жизнь, мы разберемся с вами в данном видео. Это видео подготовлено при поддержке Харьковского национального экономического университета имени Семена Кузнеца, в котором я имею честь быть заведующим кафедрой. А теперь непосредственно к закону. Что же написано в законе о государственном бюджете? Ну, во-первых, конечно же, главный вопрос, когда мы говорим о бюджете, это доходы и расходы. И вот в государственном бюджете Украины на 2023 год предусмотрено 1,3 триллиона гривен доходов, а расходов предусмотрено в сумме 2,5 триллиона гривен. Нет, друзья, вам не показалось. И я не оговорился. Действительно, в текущей редакции закона Украины о государственном бюджете на 2023 год действительно записано именно так. Доходы государственного бюджета предусмотрены в сумме, по сути, в два раза меньше, чем расходная часть. Конечно же, здесь вы зададите вопрос, мол, а как такое возможно? На этот вопрос уже давно, давно в условиях быстрого, быстротекущего времени, во время военного положения, да, пару недель назад, сказал премьер-министр Украины пан Шмыгаль. Он сказал следующее, без поддержки Запада экономика Украины не может существовать, выплаты не будут обеспечены. Соответственно, 1,3 триллиона гривен планируется заработать и еще 1,2 триллиона гривен планируется получить, соответственно, из заграницы. Другого, собственно говоря, объяснения у нас нет. К сожалению, это огромная боль и печаль. И мы с вами все прекрасно понимаем, что бюджет не может тратить денег больше, чем он зарабатывает. Эти деньги где-то нужно взять. И нужно быть уверенным, что они у тебя будут. Иначе все, что записано в бюджете, является, ну, не планом, а просто желанием. Но закон о государственном бюджете это все-таки план. И согласно этого плана есть следующие показатели. Показатель курса доллара. Согласно планам, согласно расчетам, на конец 2023 года планируется показатель в 45 гривен 80 копеек за 1 доллар. Как мы видим, здесь понизили прогноз, потому что изначально, или повысили, да, повысили прогноз, потому что изначально прогноз был 50 гривен за 1 доллар. Вот на сегодняшний день 45,8. Конечно же, одним из основных показателей является индекс потребительских цен, по сути, инфляция. И вот на конец года прогнозируется инфляция в 28%. То есть на треть нужно быть готовым к тому, что цены вырастут на треть. А, соответственно, по сути, наши реальные доходы на вот эту же треть, скорее всего, и уменьшатся. Что дальше? Прожиточный минимум. Он будет установлен в сумме 2589 гривен. Для сравнения, на сегодняшний день 2508 гривен. То есть рост абсолютно незначительный. Минимальная пенсия установлена будет в сумме 2093 гривны. На сегодняшний день 2027 гривен. Ну и, конечно же, вопрос минимальной зарплаты очень важен, да. И он решается следующим образом. Минимальная зарплата будет в сумме 6700 гривен. Собственно говоря, это те 6700 гривен, которые она уже есть на сегодняшний день, начиная с 1 октября 2023 года. И что интересно, что характерно вообще, заработная плата, минимальная заработная плата, не будет изменяться в течение года. Это не запланировано. К сожалению, друзья, мы видим показатели очень негативные, очень пессимистичные, потому что с ростом курса доллара, с ростом инфляции, фактически вот те изменения в минимальной заработной плате, в минимальной пенсии, в прожиточном минимуме, они просто нивелируются. И по сути, все это говорит о том, что реальные доходы жителей Украины будут уменьшаться. На следующий год мы можем планировать только уменьшение наших доходов. Конечно же, конечно же, мы планируем этот бюджет в условиях войны. И в принципе, есть надежда, что если боевые действия на территории Украины будут прекращены, и результат этого, какой мы ожидаем, экономика начнет оживать, и как результат, возможно, наши доходы тоже начнут оживать и расти. Чего я всем и, безусловно, желаю. Друзья, напомню, что с вами был Олег Лукьянчиков, адвокат, кандидат юридических наук. Желаю вам удачи, здоровья, конечно же, мира и, естественно, роста ваших доходов. Пока-пока!